Привет, друзья и зрители моего канала! Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Так вот, мои дорогие, сегодня обзор на Фиону и Замудреную. Две сестренки, парочка веселая. Ютуб таких еще не видел и не слышал. Начнем с Фионы. Произошла ужасная трагедия. Сгорел дом у блогеров Виталика и Ангелины. А кто это такие? А это фрики, ютуб, алкоголики, которые проводили... Даже несколько дней назад Виталик проводил стрим. 24 часа. Алко-стрим, на котором он собирал деньги на поездку. И наша Фионочка, которая первая выпустила стрим, как только узнала об этом, и стала лить крокодилье слезы. Помогите блогерам! Ах, какое горе! Да, это горе, если оно случилось у обычных людей. Почему же мы все не помогаем обычным людям? Сколько у нас погорельцев и блогеров в том числе, но не таких известных фриков, как Виталик и Ангелина, и не такие известные фрики, как Фиона, им собирают деньги. И что вы думаете? Наша Фионочка такая добрая за счет чужих. Давайте поддержим горе у мальчика с девочкой, которые едут через всю страну и уже собрали сердобольных людей. 37, по-моему, тысяч, вчера он говорил. Просто так, за сутки. Ему даже алко-стрим не надо проводить. И так уже собрали. И у всех вызывает вопрос. Во-первых, они перед отъездом застраховали дом, а во-вторых, они взяли документы на этот дом с собой. А вы скажите, когда вы едете в гости, вы что, всю сумку с документами, которые у вас дома хранится, с собой возите? Да никто этого не делает. И это все вызывает огромные вопросы. И как я уже говорила в своем видео, для Виталика и Ангелины это просто чудо-случай, который настиг их, если это был не их же план. Если это была случайность, то у них будет все зашибись и все в шоколаде, потому что новый виток интересного видео по покупке нового дома или постройке нового дома, или как они будут первое время жить в вагончике, как они будут жить в палатке. То есть это очень круто для них. У них и так 150 тысяч подписчиков, а теперь будет миллион. Я в этом просто уверена. Виталик это не просто фрик, это фрик-алкаш, который не стесняется ничего в своем видео. И Ангелина ему прям в пару. Если они проводили вместе стримы, они обязательно дрались, они обязательно матерились. Виталик ломал мебель. Боже мой, боже мой. Видимо, наша Фиона знает их и почувствовала родственную душу, которые заливают так же, как Фиона. Я просто уверена, что Фиона была сбудуна или поддатая. Но так лить крокодильи слезы, зная этих блогеров. Я просто уверена, что она смотрела их алкостримы и вместе с ними чокалась об экран. А может быть даже и в прямом эфире им что-нибудь там писала, типа, о, братаны, наливай. Иначе я не понимаю, как такое могло случиться. Они первые, первые сделали стрим. Понимаете? Первые. То есть они об этом узнали первые, получается, сразу же. Жопу в горсть и сели в прямой эфир. О, как классно. Есть повод поплакать. Есть повод, чтобы ее опять посчитали хорошей сердобольной девочкой, которая всем сочувствует. А что же ты, миллионерша, Фионочка, не отправила им полтосик, а? Или ты 50 копеек им отправила? Или ничего не отправила? Ты же агитировала. Помогите, по горельцам. А сама даже не знала, куда денежку перевезти, а? И накрутила, конечно же, просмотры. И накрутила опять же на это видео просмотры. Вот у всех про пожар посмотрели. Ну, у кого-то, да, там 17 тысяч одного обзорщика. У одного там 2 тысячи, у меня 6 тысяч посмотрели про пожар. А у тебя стрим посмотрели 150 тысяч. О, как хорошо. Крутануло опять, да? Опять крутануло просмотры. А что, деньги-то не пахнут? Это же вообще класс. Это однозначно супер, супер идея. Прорвалась очередной раз. Причем на горе людей. На горе людей прорвалась. Потому что ты пела, что люди хорошие, блогеры, блогеры хорошие. Нет, Фионочка, нехорошие. Африки, алкостримщики, которые получили до хрена денег на своем ютубе, вложили в этот дом, ну, может быть, от силы миллион, потому что делалось все тяп-ляп, тяп-ляп, тяп-ляп. Причем ежемесячно они получают от Василька мешками, где не 10 тысяч. Там, наверное, 30, а где-то и все 50. Вы даже по количеству вещей посмотрите. Каждая вещь минимум 1000 рублей, потому что вещи хорошие. Не барахолка за 300 рублей, а хорошие вещи. И постельное белье, и все, что угодно. Там уже и ртом, и жопой, и ртом, и жопой девать некуда. И что? Вы посмотрите на видосы этих двух клоунов, Виталика и Ангелины. Следующее видео идет, и он в этом видео, не важно, что дом сгорел, не важно, что горе, он опять рекламирует Авалон Технологи, опять рекламирует этот лохотрон, из которого просто невозможно вывести деньги. Вы посмотрите отзывы людей, вы посмотрите, это же просто преступление. Он сидит, выпрашивает деньги, хоть по рублю присылайте ему. И тут же рекламирует Авалон, то есть ему похрена, что вы туда втюхаете свои деньги, потеряете их ему на это посрать. Потому что Виталик это нелюдь. Такие люди, это нелюди. Человек думает только о себе. И мне написали в комментариях, что у него есть дети, которых он бросил, и он не платит алименты. Говорят, что он сирота. Нет, он не сирота. У него есть мать-алкоголичка, и он рос с бабушкой, которая мать второго мужа, или третьего, или пятого. И у него есть сводный брат, который сейчас живет у этой бабушки, еще сестра, к которой они сейчас едут. Бабушка чудесная, она вырастила этих детей, она хорошая очень. Но горе, когда у тебя дочь-алкоголичка. Но все равно, он же не рос в детском доме, он из семьи. Но ему посрать, он бросил своих детей. Он взял малолетку Ангелину, то есть он еще и педофил, потому что ему около 40, а Ангелине около 20. Охрененный просто мужик, вот охрененный просто. Пристроился к девочке, ему хорошо, он ей командует. Потому что он ее развратил. Да, бедная девочка, она была скромная, во всяком случае, когда все начиналось. Он ее развратил. Теперь у нее тоже есть канал, который, ну извините, ни о чем. Она же двух-трех слов связать не может. Вот никакая. Ходит булочка, все никак похудеть не может. И в итоге она сделала себе операцию. Сделала себе операцию, уменьшила желудок. 100 тысяч, а что? А теперь давайте соберем. У них же денег своих нет. Я уже озвучивала, сколько они получили на YouTube за все существование их каналов. И сколько они сейчас получили. Они получили за ноябрь месяц 191 тысячу рублей. Еще вы им уже надонатили там 37. И только начало. Вы не переживайте. К тому времени, когда они поедут домой, у них уже миллиончик будет только донатами. А так как у них на последних видео, на котором они объявили, что дом сгорел, уже 200 тысяч просмотров было вчера. Вчера за сутки. А сейчас сколько у них просмотров посмотрим? А, а сейчас у них 227 тысяч просмотров за два дня на том видео, где сгорел дом. А на новом видео, где они приехали в Биробиджан, 100 тысяч просмотров. А до этого у них были 52, 75, 78. Но это тоже уже после того, как все случилось, у них эти последние видео стали поднимать хорошие просмотры. Да, да, да. Сейчас у них прям выстрел будет. Я даже сейчас посмотрю, сколько у них за эти дни прибавилось просмотров. Вот я сейчас открыла сайт Social Blade. И что я вижу по каналу Виталика Ангелина. С 29 ноября по 5 декабря у них 522 тысячи просмотров. То есть они поднялись на своем горе. Спускаемся ниже. И мы видим, что с 8 ноября по 14 ноября у них всего лишь 244 тысячи просмотров. Вы понимаете, что у них был провал в просмотрах. Еще немного дальше отойдем. От 25 октября по 31 октября у них вообще 190 тысяч просмотров. Понимаете, что постепенно, вот например, с 15 ноября по 21 ноября, вот когда они поехали по дороге, у них тоже поднялись просмотры. У них стало 378 тысяч просмотров. Но вот это горе, которое горе для всех людей на Земле, с кем бы такое не произошло. Но для них это радость. Понимаете, они не унывают, они не плачут. Они на видео счастливые и довольные. Потому что у них просмотры сейчас на последнее, вот то, что дает нам сайт Social Blade, 522 тысячи просмотров, полмиллиона. И плюс еще донаты, которые Виталик озвучивает. Вот и все, вот и все, вот она вскрыта. Вся тайна, вот он нарыв, который, я просто уверена, что будет доказательство тому, что Виталик с Ангелиной к этому причастны. Потому что их дом непродаваемый. Он никому не нужен в этой богом забытой деревне. Никому. Там дома бросают. Там они не нужны никому. Вы посмотрите, что этот Юра, он восстанавливает этот старый заброшенный дом. То же самое было и с Виталиком. Они его купили, по-моему, тысяч за 200 в рассрочку. Потому что он никому не нужен. Там нечего было восстанавливать. Эти саманные стены, это ни о чем. На окраине деревни. Дорог нету. Они жили там последнее время. И в какой-то момент в видео Ангелина сказала, Зимой нас здесь уже не будет. То есть они собрались оттуда валить. Уже давно. Очнитесь, люди. Это правда. Пишут мне. Они восстановили дом. Они вложили деньги. Вы идиоты? Что они вложили? Пластиковые панели? Гипсокартоновые панели обшил? Ну, залил он там пол, заливал. Все смеялись над этим тоже. Ну, слава богу, залил. Стены обшил говном. Просто он закрыл гипсокартоном всю грязь. Поселил линолеум. Где там огромные вложенные деньги? Где? Нету там ничего такого? Нету. Никто не вложил там миллионы. Там от силы вложен миллион. Он делал все тяп-ляп. Он эти окна ставил тяп-ляп. Там вот ковырня, оно все повалится. Люди, вы что? Вы что слепые? Это было все для видео. И это же не первый дом. Я не помню, чтобы кто-то там где-то сгорел. Но они жили еще в каком-то другом доме. Тоже его красили. Ё-моё, очнитесь. Он все сделал. Он исчерпал себя на этом месте. И дом не нужен никому этот. Потому что в нем нет газа. Даже элементарно нет газа. Ну, какой идиот будет покупать за хорошие деньги? Или даже за эти же 200 тысяч? Дом, который надо отапливать. Они же там с обогревателем чуть-чуть жили. Но вы вспомните. Потому что они молодые, и им не надо там ничего нормального. Они собирались оттуда валить бегом, аж только пятки сверкали. Что они сделали? Что они сделали? Вы понимаете это или нет? Вот я говорю эмоционально, потому что я это прочувствовала. Я их знаю. Я смотрела их, когда еще не было у меня блогерского канала. Когда я была просто зрителем. И я действительно их жалела. Но когда я увидела вот эти вот ужасные стримы, мне, конечно, отрезало. Но я все равно смотрела, потому что мне было интересно, что как так можно вообще приехать к черти куда? Из своего вообще места, жительства, из какой-то Сибири, не зная вообще никого вокруг. Приехать его там жить. Для меня это был как сериал. Сериал какой-то тупости. Какое-то вот прожигание жизни. Прошло два года или сколько? Три года они уже там, да? И эти годы прошли в одиночестве и страданиях. Во всяком случае, он шары зальет, ему похера. А девочка-то посмотрите, как страдала. Потому что ее подружка, не помню как зовут, бывшая Юрика, алкаша, она для нее как отдушина. Ну и Ангелина ей тоже не нужна. Она взрослая женщина, она живет своей жизнью, у нее дети. Поэтому общение закончилось. Она там с ней пообщалась какое-то время. И потом этих видосов не стало. То есть эта девочка не дружит с ней тоже. Потому что у всех своя жизнь. А Ангелина молоденькая, ей нужно общение. Поэтому все так печально и ужасно. Жизнь фарс, понимаете? Я просто в шоке. Я в ужасном шоке от вообще этой ситуации. От того, что люди пошли на такое, чтобы уничтожить этот дом. И на этом деле еще больше подняться. И в то же время еще больше упасть в глазах зрителей. Я не знаю. Я, конечно же, прогнозирую, что будет рост канала от того, что фрики рулят на Ютуб. И вообще такое время наступило. Но в то же время я понимаю, что те, кто долго их смотрел, ну, наверное, просто будут презирать этих людей все больше и больше. И, возможно, какой-то будет рост, а потом будет падение. Но нельзя же так. Ну, здравый же смысл должен быть. А Фиона, конечно же, так как человек недалекий, так как мозгов нету, она бегом подхватила эту тему. И давай агитировать людей, помогать этим двум клоудам. Я считаю, что она участвовала в разводе людей на бабло. И это, с ее стороны, просто низко, мерзко и подло. Еще хочу коснуться стрима замудренной сестрички, сладкой парочки Фионы. Потому что стрим – это было что-то. Если к этому относиться серьезно, то человек явно с психическими отклонениями вместе с мужем. А если это понимать как Степ, то тогда понятно. Клоуны, клоуны, еще одни клоуны, Степ. Вы понимаете, они сидели и стебались над своими зрителями и подписчиками. Или у нас вся страна верит в провидения, в потусторонние силы, в машину времени, в порталы. Что нес ее муж Игорь, а она сидела, поддакивала и говорила «Да-да-да, да-да, так и было. Мы лежим, а у нас по крыше бегают домовые. Да-да-да, это так и было. Да-да-да». Игорь с мамой попадали в портал, конечно же, в другое измерение. Набрали там 10 ведер грибов, а потом раз и выпрыгнули. И дома он прорубил двери, тоже ходил в портал. И главное, что обратно-то он выходит именно задом. Сделал несколько шагов назад и вышел из портала. Чудо чудное. Диво дивное. Вы такое когда-нибудь видели? И мы не видели. Вот надо же. Ой, слава богу, что не видели. Может быть, действительно парочка злоупотребляет так же, как сестренка. За уши сидят и льют. И одна сидит, льет. И другая сидит, льет. А потом с залитыми шарами им все чудится. Вот чудится, блин, и чудится. Порталы. Машины времени. Ё-моё. Я не знаю, как это оценивать. Лично я оцениваю, что они стебутся. Мне хочется это так оценить. Потому что это более приятно для зрителей, чем верить в то, что эта парочка верит в то, что она говорит. И при этом они обеспеченная семья. И при этом они летают каждый год до по два раза в Турцию, в Сочи, на моря, на моря, отдыхать на моря. И что же они никак не могут восстановить свои уставшие мозги, чтобы вот так потом не делать мозги людям. Провели второй стрим, в который охренеть просто, как опозорились. Но в моих глазах она упала так же, как Фионочка. Вот точно так же, как Фионочка. Мне кажется, там вся семья потребляет, за уши льёт. Или даже что-то курит. Или, может, жуёт травку зелёненькую, которую жуют выходцы из Средней Азии вместо табака. Я просто в шоке. Я просто в ужасе от этих двух сестрёнок. От Фионы и от Замудрённой. Вот точно Замудрённая. Стрим — это был просто финиш. Это была подпись под её каналом. Мы идиоты. Потому что по-другому я не могу это назвать. Но, естественно, за которые меня все тут, считай, загнобили зрители и подписчики, и сторонники Замудрённые, что я, оказывается, неправильно сделала грудинку, что она у меня засохла. А ничего, что это рецепт Замудрённый, и что она там всё это нарисовала, поставила фильтры, и что такого невозможно, что она просто развела своих зрителей, а я попала на бабки. Потому что я испортила мясо, дорогое мясо с рынка. Вот и всё. И после вот этого видео, после вот этого стрима про привидения потусторонней силы, порталы, машину времени, я просто в шоке, и у меня просто сложилось пазл, что люди точно такие же, как Фиона, неадекватные. И то, что они хорошо выглядят, это значит, что много тратят денег на свою внешность. Просто много тратят на пластику, на массажики, на кремики, на фитнесы. Она даже говорила, что спину сорвала весом. Вот хочет, как красоту-то свою поддерживать в полтос. Ну и ради Бога, поддерживай, которые думают не о своих детях, не о своих отношениях со своими сёстрами, братьями, мамой, а думают о привидениях, порталах и машинах времени, которые, кстати, ещё изобрели не люди. Да-да-да, это слова наши замудрённые. Так что вот, мои дорогие, хотите, верьте, хотите, нет, весёлые истории экран покажет наш. Про машины времени, погорельцев, Фиону и тому подобных фриков. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока!